Продолжена работа по решению проблем обеспеченности профессиональными кадрами учреждений клубного типа. Поэтому качественный состав работников получился к уровню прошлого года на 3%. Проведена аттестация еще в 2019 году. В результате аттестации были даны рекомендации. И тут надо отдать должное. Так все выстроено у нас в культуре, что постоянно работники получают свое образование. То есть в Минусинском колледже на сегодня учатся 17 человек, два человека в Кемеровском институте культуры, процент специалистов спортивного образования составляет выше, чем 40%. За 2020 год повышение квалификации именно в области культуры прошли 40 человек. Из них 33 крупных работника и 7 библиотекарей. 2020 год показал всем нам, как важно сохранять и укреплять здоровье. Как известно, одним из ориентиров в сохранении здоровья является спорт. Ну то есть спорт в условиях пандемии. Мы очень много видели роликов, кадров, что пытаются делать дома. Тем не менее, в 2020 году, так как не удавалось проводить именно соревнования в очном режиме, формате встреч, тем не менее, работа была. Были продуманы, организовались акции, что-то на дому, когда собирались ролики, когда и семейные старты и все. Но все это было только могли видеть, как люди занимаются дома, а затем уже все это предоставлять и видеть через компьютеры и ноутбуки. С 1 октября 2020 года начал свою работу Центр спортивных клубов «Вектор». В состав Центра вошли 10 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Получили субсидию в размере 1 миллион рублей на развитие этих клубов и 345 тысяч рублей на развитие адаптивного спорта. В селе Подсосное в 2020 году была построена новая комплексная площадка для подвижных игр, это на улице. Средства на строительство были получены за счет субсидии в размере 3 миллиона рублей. В 2021 году подобную площадку получат жители поселка Преображенский. За счет средств местного бюджета было привлечено оборудование для занятия керлингом. Этот вид спорта сегодня становится очень популярным в Назаровском районе, очень нравится. И я думаю, что мы эту работу продолжим. Но и вообще керлинг интересный для многих, и поэтому для людей с ограниченными возможностями был приобретен напольный керлинг. И сегодня даже наши колясочники имеют возможность этим видом спорта заниматься. Большая работа совместно с клубом «Вектор» проводится из детско-юно-шестеркопортивной школы Назаровского района, которая ведет направление по 8 видам спорта. Поэтому работа никогда не делится, совместная работа ведется. Я думаю, мы это направление не будем терять. И так вот сейчас уже появилась возможность работать очно. И поэтому, ну просто каждые выходные соревнования, соревнования, потому что все с удовольствием участвуют. Такое чувство, что вот прямо так все наскучились, и спорт снова выходит у нас на такие передовые позиции. Уважаемые депутаты и приглашенные, разрешите донести информацию о молодежной политике, потому что когда говорим о спорте, невольно в первую очередь связываем спорт с молодыми людьми, с молодежной политикой. Молодежная политика Назаровского района обеспечивает реализацию государственной молодежной политики в целом становлении, развитии и самореализации молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны, защиты прав молодых граждан. Одно из главных достижений в 2020 году – это победа в правилом конкурсе субсидий на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров. Сумма субсидий составила 220 тысяч рублей. На получение субсидий были приобретены формы для юно-армейцев. Полевая армейская форма, страховочное снаряжение для проведения военно-спортивных мероприятий. На игровом инфраструктурно-молодежном проекте «Новый фарватер» в зачете района «Зона Запад» Назаровский район занял второе место по итогам 2020 года. Для возможности представлять наш район на этом инфраструктурном проекте было зарегистрировано стола участников Назаровского района, которые путем конкурсного отбора были выбраны и пять лучших представляли Назаровский район. При этом надо отметить, что даже молодежный фарватер в этом году впервые проводился в онлайн-формате. Активисты Назаровского района принимали участие в форумах «Тим Юниор», «Тим Бирюса». Впервые все эти проекты тоже проходили в онлайн-бежиме. По итогам марафона «Тим Юниора» две активистки нашего района смогли попасть в топ-10 лучших участников. За свои достижения получили в подарок брендированную продукцию. По итогам проведения онлайн-форума «Тим Бирюса», где приняло участие 1800 молодых людей от 18 до 30 лет, был сформирован тоже топ-100 лучших участников. И в этот список попали три участника из Назаровского района. Теперь они входят в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Инисейская Сибирь». Резервисты смогут участвовать в образовательных мероприятиях, а также проходить стажировку в ведущих компаниях страны. И, конечно, это говорит о том, что образование в нашем районе на высоком уровне, когда из сельской глубинки все-таки три человека попадают в топ-100 лучших Красноярского края, в топ-100 лучших. Это говорит о том, что мы правильно работаем. Одной молодой семье предоставлена социальная выплата на приобретение жилья. Проведены массовые районы мероприятия «Ад-квадрат», «Сибирский щип», «Сибирский рубеж», «Штропа героев», «Зимняя спартакиада», «Делай свой выбор», которая проводится второй раз для ребят, которые входят в зону риска. Кроме того, создан Совет по патриотическому воспитанию. В Назаровском районе были предусмотрены средства и на организацию трудовых отрядов, но в связи с ограничительными мерами Роспотребнадзор дал нам такого разрешения, поэтому в этом году средства заложены, я думаю, все трудовые отряды. И те, которые предусмотрены в бюджет из Красноярского края и из Назаровского района, мы с вами сможем все осуществить, если будем соблюдать все ограничительные меры, пройдем прививочную кампанию, и наши ребята смогут работать. 2020 год показал, как мы нуждаемся в друг друге в поддержке, в помощи. И от лица многих жителей хотелось бы выразить благодарность молодым жителям района, которые включились волонтерские движения, мы вместе оказывали помощь в доставке продуктов, медикаментов больных, оплате, уступщика, хаи и во многом другом, потому что сельская наша жизнь отличается тем, что иногда нужно и физическое участие, и дрова, и уголь, и все прочее. Поэтому молодежь показала, что она достойна уважения, и которая достойна будет строить будущее Назаровского района. Говоря о молодежной политике, хотелось бы остановиться на одно управление, это получение средств на улучшение жилищных условий. Как мы услышали, увидели в одном СМИ, было отлучено то, что Назаровскому району не будут выделять жилье, в связи с тем, что такой собрался депутатский корпус и такая глава. Уважаемые депутаты, я хочу вас успокоить, это совсем не соответствует действительности. Да, по линии Министерства сельского хозяйства в этом году мы не получили поддержку, но при встрече в министерстве, и кроме того, мы организовали встречу заместителя министра, которая курирует эту программу, которая вот в этом году уже встретилась с молодыми семьями Назаровского района, претендующими на жилье, и дала им рекомендации, в какую программу лучше заявляться, потому что в Министерстве сельского хозяйства в этой рамках этой программы существует 8 подпрограмм, и наши все-таки заявлялись, молодые семьи, это в первую очередь на приобретение и на найм, а эти направления программ финансируются меньше всего. Больше всего поддерживается программа именно строительство, и поэтому вот в результате общения мы сегодня будем принимать решение, в какие подпрограммы надо входить наши молодые семьи, чтобы они получили вот эту вот финансовую поддержку на свое жилье. Кроме того, мы сегодня рассматриваем вопрос, это тоже согласовано с Министерством, и будем с вами, уважаемые депутаты, это рассматривать, чтобы в муниципальную программу добавить свое софинансирование, и тогда на муниципальную программу мы тоже поможем получить средства для решения жилищных проблем молодых. Еще одна тема, которая волнует каждого жителя, без которой не обходится ни одна встреча, это состояние наших дорог. В районе 263 километра внутрипоседенческих дорог, 57 школьных маршрутов, и муниципальные пассажирские перевозки в районе осуществляются и охвачеными 46 населенных пунктов. В течение года перевозки осуществлялись по 17 муниципальным маршрутам, по 5 маршрутам дополнительно осуществлялись коммерческие рейсы, по согласованному с администрацией районного графика. Поэтому на перевозки пассажирские в 2020 году было выделено за 14 млн 646 тысяч рублей, и средства использованы в полном объеме. Поэтому вы понимаете, как важно для всего этого передвижения по районам, между поселениями, нам важны дороги. Поэтому, что у нас сегодня происходит с дорогами. В 2020 году нам было выделено именно на капитальный ремонт 11 млн рублей. И где осуществлены ремонты? В Красной Поляне, 320 метров, это асфальт и бетон. Лесные поляны, 62 метра, щебеночная. Павловский сельсовет, это 680 метров, это и дорога, и тротуары. Подсосинский сельсовет, это бетон улица Школьная. Степновский сельсовет, это 370 метров асфальта по улице Школьной. Преображенский сельсовет, это разворотная площадка для школьного маршрута и отсыпка дороги в селе Ильинка. Поэтому, кроме того, в 2020 году нам выделяли средства на реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения. И поэтому, в рамках вот этих средств, 1 млн 775 тысяч, что было сделано? Это устанавливались недостающие дорожные знаки. Кроме того, нанесение дорожной разметки, установка ограждения где-то пешеходного, это искусственное освещение в районе образовательных учреждений, и это разработка схемы планов дорожного движения. Кроме того, на содержание автомобильных дорог общего пользования внутри населенных пунктов нам была выделена субсидия, мы ее получаем ежегодно, это 3 млн 300 тысяч рублей. Но вот здесь я хочу на что обратить внимание, уважаемые коллеги. Ну что такое на наших 60 сел и деревень 3 млн 300 тысяч? Ну это ведь, во-первых, очистка от снега, это гридирование, это подсыпка. И поэтому мы считаем, что методика именно распределения субсидий несовершенна. И мы с этим вопросом неоднократно обращаемся и в министерство. И кроме того, по нашей инициативе данная проблема будет рассматриваться на ассоциации западных территорий и краев, присутствующих в министерстве, потому что у нас такая вот методика не может устраивать. Не только нас, мы это обсуждаем с другими сельскими районами, но нам реально нужно больше сверху, потому что мы понимаем, неважно сколько живет человек в селе, 20 или 150 или 1000, все они должны ходить по нормальной, очищенной дороге, подсыпанной и отремонтированной. В 2021 год на капитальный ремонт выделены средства в сумме 12 миллионов 200 тысяч рублей. У нас существует дальневластная очередь такая между сельскими поселениями. И в этом году уже на другие территории эти средства распределены. Кроме того, второй год подряд торги проводим не мы, а проводит агентство госзаказа. Поэтому уже все документы были представлены, торги проведены. Как только погодные условия позволят, начнется ремонт дорог. Но кроме того, мы надеемся, что на экономию нам, так как мы очень быстро включились в программу, на экономию нам позволят ее оставить, и тоже мы сможем отремонтировать какие-то дороги. Уважаемые депутаты, приглашенные коллеги, вот знаете, мероприятие, событие, за год произошло столько, что о них можно говорить и час, и два, и мы с вами можем целый день обсуждать наши и проблемы, и достижения, и планы. Но, конечно, разговор о деятельности администрации будет абсолютно неполным, если мы не коснемся двух важнейших сфер нашей жизни. И одна из них, конечно, это ЖКХ. В 2020 году предоставление жилищно-коммунальных услуг населению на территории района осуществляли три предприятия. Это МУП ЖКХ Назаровского района, МУП Сахаптинская ЖКХ, МУП Красносоптинская ЖКХ. Кроме того, участвуют в обеспечении теплом молодой наших жителей, это ЗАО «Назаровская» и одно общество с ограниченной ответственностью – это Глядинская хлебоприемная. В настоящее время на территории района эксплуатируется 13 котельных, которые обслуживают в жилой фонд общей площадью 67,9 тысяч квадратных метров и объекты соцкульпыта. Это наши школы, садики, больницы, учреждения культуры. Протяженность тепловых сетей по району составляет 58,2 километров, в том числе ветхий – 19. По государственной программе Красноярского края реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в рамках программы модернизации и реконструкции в 2020 году Назаровский район получил 5 миллионов 229 тысяч рублей. Это был осуществлен капитальный ремонт котельной улицы Набережная в Красной Поляне и капитальный ремонт котельной в Красной Сопке. То есть эти средства как раз ушли 5 с лишним миллионов на две котельные, на их капитальный ремонт. Кроме того, частично ремонт был проведен на собственные средства предприятия ЖКХ и кроме того, свыше 8 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону и ремонтной работы были выделены из местных бюджетов. Ранее на Совете депутатов мы уже обсуждали проблему, которая возникла в МУП сахапкинской ЖКХ. Накануне отопительного сезона МУП был брошен практически на произвол судьбы. Рабочим не выплачивалось заработной оплаты, разобраны котлы, социальные объекты, жилищный фонд могли остаться без тепла. Были рассмотрены разные варианты выхода из кризисной ситуации. Проблема была решена, отопительный сезон начался вовремя, рабочие все трудоустроены. На сегодня в Сахарте создан участок МУП ЖКХ Назаровского района. Акты и паспорта готовности выданы. И самое главное, был получен паспорт готовности к отопительному сезону для муниципального образования. Но предприятие ЖКХ у нас обеспечивает не только теплой, но и водой. И у нас протяженность водопроводных сетей значительно больше, чем тепловых. Это 157,7 километра. В том числе ветхих на сегодняшний день 42 километра. Поэтому на сегодняшний день вода у нас в районе вызывает. Где бы мы ни приехали, на какую встречу, все задают вопрос по воде. Назаровск, он находится у нас с вами в зале же угля, поэтому у нас превышение железа есть в воде, поэтому есть превышение автора, марганца. И с этим надо работать. Продолжается разработка ПСД на установку водоочистных сооружений в поселке Преображенском и Красная Поляна. В 2020 году благодаря сотрудничеству с компанией СОЭК установлены водоочистки в четырех средних школах. Это тоже очень важно, потому что как здорово еще смогли и садик, так как находится в одном здании присоединяйтесь сегодня. Дети, по крайней мере, у нас уже чистой водой пользуются. По муниципальной программе Назаровского района реформирования и модернизации ЖКХ выделялись средства. Я только назову некоторые моменты, чтобы не озвучивать все. Проводился капитальный ремонт водонапорных сетей. В Ельнике, в Дорохово, в Красной Сопке. Я не беру там метры, сколько, потому что все, кто находится, знают. В Красной Сопке, в Преображенках, в Красной Поляне ремонтировали тепловые эстетии. Это и в Глядне улица спортивная, Красная Сопка улица зеленая. Капитальный ремонт тепловых сетей и в Павловке, и в Подсосном. То есть, ну и на ремонт котельной, о чем мы с вами говорили, был ремонт кровли, в первую очередь, тоже были выделены средства больше, чем полмиллиона рублей. Кроме того, приобретенный зеленый котел в котельную в Глядине, то есть выделялось тоже 450 тысяч рублей. То есть, все, что планировалось на ЖКХ, было выделено в полном объеме. Кроме того, при сейчас не получишь паспорта, готовности, раньше не было таких требований у надзорных органов, а на сегодняшний день это свидетельствование конструкции зданий и сооружений. На первый взгляд, кажется, все котельные стоят, все стоит. И платить деньги, и тратить на это, ну просто жалко. Но когда мы понимаем, сколько сегодня происходит техногенных аварий, мы понимаем, что требование, наверное, законное. Несмотря на то, что, конечно, выделять 457 тысяч рублей, хочется их потратить на такой конкретный ремонт сетей, водопроводных ли это, но тем не менее, это требование закона, оно жесткое, мы его исполняем. Поэтому на сегодняшний день, начато в 2020 году, изготавливаются паспорта скважин, проектирование санитарно-защитных зон, в первую очередь, это Красная Поляна, Преображенка, Подсосная, потому что на чем мы не войдем в проект. Ну и, конечно, вообще, когда мы сегодня говорим и рассуждаем о каких-то проблемах, мы должны понимать, чтобы войти в проект по чистой воде или, например, по другим, по очистным сооружениям, но в первую очередь должны быть генеральные планы. И за два года от этих, может, четыре плана смогли заявиться, потому что генеральные планы мы можем только делать за счет субсидий, которые нам предоставляет краевой бюджет. На сегодняшний день генеральные планы разработаны. Это Преображенка, Красная Поляна, это Дорохово и Одадым, но очень долго идет процесс согласования. После разработки генерального плана проходит согласование в каждом министерстве и в каждом агентстве. И вот практически это занимает гораздо больше времени, чем сама подготовка проекта генерального плана. И вот за это время, сегодня, уважаемые депутаты, вы будете принимать и обсуждать это. Проведены публичные осложнения по генеральному плану Преображенки во всех населенных пунктах. И поэтому вот только после того, как будет принят генеральный план, затем разработан градостроительный, только тогда нам выделят средства, которые предусмотрены в краевом бюджете, 4,5 миллиона, как раз на разработку ПСД и на то, чтобы мы могли участвовать в проекте в федеральном по чистой воде. Говоря о сфере ЖКХ, конечно, нельзя умолчать о такой проблеме, это проблема ЖБО, да, мы о ней очень много слышим, говорим. Тема, которая никогда на протяжении всего существования Назаровского района не озвучилась, не решалась. Все мы понимаем, тем не менее, что Назаровский район должен соответствовать экологическим стандартам, комфортному проживанию. Поэтому с бюджетной сферой в 2020 году мы решили вопрос, да, мы заключили договора с организациями ЖБО, вводится на полигон города Назарова. Да, дорого, но выхода другого нет. Мы должны соблюдать законы. Убеждаем других участников данного бизнеса, мы уже собирали их и разговаривали о том, чтобы они формили свою деятельность в соответствии с законодательством. Но я повторюсь, еще раз всем скажу, что эту неделю мы не вечем с вами, уважаемые присутствующие, ни за неделю, ни за месяц, даже ни за год. Все это требует значительных средств, разработку проекта, о чем я говорила, пока у нас не будет генеральных планов, ни о каких очистных сооружениях не может идти речь. Кроме того, мы понимаем, что без градостроительных документов это невозможно, участие в этих программах. Поэтому будем с вами продолжать работу, работать над генеральными планами, работать над правилами землепользования, застройки без этого тоже невозможно. И проблему ЖБО будем решать. Но пока, да, она будет стоять остро. В нашем районе и других мы с вами должны думать, как ее быстрее решить. Ну и мы начали с вами уже обсуждать, говоря о ЖБО, чистой воде, это и экологические проблемы, да, о чем мы говорим. Поэтому, конечно говоря, об экологии нельзя обойти в вопрос, это реализация, так называемая, мусорная реформа, да, на территории района. В районе осуществляется мешковой сбор мусора во всех населенных пунктах. В 2020 году была направлена заявка Министерства экологии и рационального развития Красноярского края на предоставление субсидий в рамках программы обращения с отходами. И в рамках этой программы нам было выделено 10 миллионов 400 тысяч рублей на обустройство 122 площадок для накопления тыквы и приобретения почти 300 контейнеров. Но в результате вот этого ухудшения экономической и педагогической ситуации в 2020 году Министерство финансов приостановило финансирование данной программы и средства мы не получили. И уже в этом году, вот до 7 апреля, принимались заявки, и заявка была направлена в том же объеме, чтобы, то есть та заявка уже в 2020 год все аннулированы результаты, те же самые документы мы собрали, надеемся, что эту сумму мы все-таки получим. И уже комиссия проезжала в 2020 году, были определены все места на территории каждого сельсовета, определены места для размещения этих площадок контейнеров. И контейнеров, ну я что хочу сказать, единственная, та комиссия, которая работала, предупреждает нас о том, что мы столкнемся с трудностями. К сожалению, далеко не все жители сегодня готовы, что там где-то в районе дома, хотя с соблюдением всех мер не менее 20 метров, появится контейнерная площадка. И многие уже начинают убеждать в том, что давайте будем оставаться на сборе таком вот мешковом. Но тем не менее мы будем стремиться к цивилизации, устанавливать и далее работать. Кроме того, в 2020 году был утвержден проект рекультивирования нарученных земель. Это то, что касается в результате капитального ремонта моста через реку Березовка. Это участок селью Степной Глядень. Кроме того, проведены общественные обсуждения, намеченные хозяйственной иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе по проектной документации «Разрез Назаровский». Мы провели в Сафновке общественное обсуждение, чтобы понимать, что это все оказывает оценку в воздействии на окружающий среду. То есть, проект рекультивации нарученных земель «Разрез Тиреульский». Согласован проект рекультивации земель «Ачинский» с использованием золокошлаковых материалов – это «Назаровская ГРЭС». Направлено 6 заявок Министерства экологии и рационального природопользования на участие в федеральном проекте сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Это по территории и очистке водоемов пруд Глядинский, Паловский, Нижнедодымский, Преображенский, реки Брюхановка и Сиреж. На территории водных объектов, расположенных в границах Назаровского района, проведен экологический марафон «Чистые берега Сибири». Это когда выходили на субботник и собирали мусор наши жители. В сентябре 2020 года был разработан проект «Свалки нет» и направлено заявку Министерству и получили 1 млн 425 тысяч рублей на уборку несанкционированных свалок на территории Краснополянского сельсовета. Кроме того, мы знаем, что в районе поселка Сахновский у нас есть три участка земельных таких особых, на которых располагались ранее полигоны и в том числе полигон промышленных отходов, полигон ТКО. Поэтому нами направлен акт обследования и инвентаризации объектов накопления вреда окружающей среде на территории Назаровского района. Как я говорю, это три земельных участка вблизи поселка Сахновка. Печень приоритетных, подлежащих ликвидации в первоочередном порядке с использованием субсидий федерального бюджета и для того, чтобы мы могли эти участки с вами очистить. Кроме того, мы регулярно запрашиваем средства на ликвидацию несанкционированных свалок, которые существовали на территории района десятки лет. У нас не исполнены решения судов 2012-2014 годов и работу по ликвидации свалок. Мы продолжаем, обращаемся в краевой бюджет, потому что ликвидация наших свалок потребует сегодня даже одной свалки от 10 до 50 миллионов. Поэтому их у нас много. Это работа тоже нашего предстоящего времени и нам с вами работать. Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные, где бы ни жил человек, он хочет всегда жить достойно, комфортно, с безопасными условиями, хорошими дорогами, иметь какие-то благоустроенные площадки, спортивные, детские, прибранными дворами. Поэтому все это определяет качество жизни наших граждан. Поэтому совместно с главным сельсоветом в 2020 году значительное внимание уделялось благоустройству наших сел и деревень в рамках губернаторских программ и грантов. Вот Верхний Дадымский сельсовет получил средства в сумме 250 тысяч рублей на обустройство спортивной площадки в селе Нижний Дадым. Глядинский сельсовет хотел обустроить очень большое кладбище в поселке Глядин. Это сумма 836 тысяч рублей. Краснополянский сельсовет ремонтировали памятник, благоустраивали на территории села Большой Сереж 650 тысяч рублей. Красносопкинский сельсовет в поселке Красносопка это благоустройство, это самый значительный большой проект. Первый раз мы получили средства, да и проект такой реализуется первый раз в Красноярском проекте. 41 миллион рублей, 407 тысяч рублей. Это комплексное благоустройство улицы Центральной, где установлены и парковые зоны, да и площадки. Сегодня я знаю, что и жители малых сел приезжают в Красную Сопку с детьми, потому что очень много игровых комплексов и других сельсоветов. Поэтому сразу скажу, что проект реализовывался и в этом году мы участвовали снова в проекте. И у нас Преображенка получила 10 миллионов, это на площадь, это комфортная среда. Теперь села могут участвовать в таком проекте. 40 миллионов на комплексное благоустройство улицы Комсомольской, поэтому мы уже отторговались по первому проекту, да, это площадь, то есть жесткие рамки сегодня устанавливаются нам краевыми органами власти, поэтому начинаем работу. Кроме того, в прошлом году в том же Преображенском сельсовете в Чердане уличное освещение было, да, за счет гранта реализовано. В Павловском сельсовете благоустройство центральной площади на сумму 976 тысяч рублей. В Степновском сельсовете поселок Придорный спортивная площадка также была устроена. И в этом году наши все сельские территории участвовали в трех грантовых программах, это и благоустройство, да, жители за чистоту инициатива граждан. И впервые в этом году мы участвовали в проекте, и все, кто участвовал, все сельсоветы победили, мы будем говорить, если в этом хочешь, это инициативное бюджетирование, то есть программа называется ППМИ, и все, кто участвовал у нас, там не только можно благоустраивать, но и можно, кроме того, делать приобретение. Два наших сельсовета будут приобретать технику, то есть трактора для того, чтобы иметь возможность чистить дороги, для того, что нам придется с вами, да, потом думать о том, какие для этого приспособления, кроме того, для того, чтобы косить, окашивать наши населенные пункты, они будут более благоустроенные. Кроме того, мы с вами понимаем, что всегда вот индикатором доверия является обращение. В 2020 году практически с марта не велся очный прием, но по возможности где-то, да, выезжали, и в администрацию района поступило 64 письменных обращения. В работе с обращением мы всегда придерживаемся принципов объективности, сторонней своей временности. По многим обращениям просто выезжает администрация района, встречается с заявителем, и поэтому спасибо тем, кто пишет и делает нам какие-то замечания, предложения. Все обращения рассмотрены с выездом на место, это 17 обращений, с участием заявителей, когда все вместе обсуждают 14 и коллегиально 16. Кроме того, говоря о нашей работе, вот сегодня можно говорить о том, что большая работа проводится по направлению гражданской защиты населения на территории района. Добились снижения количества пожаров на территории района, хотя наш район сельскохозяйственный, у нас, к сожалению, не уменьшается число термоточек, да, это когда уборочные посевную, у нас сжигаются остатки сельскохозяйственной уборки, да, я имею в виду солома, трава. В администрации района созданы комиссии по протилактике правонарушений, по безопасности дорожного движения, по противодействию коррупции, антитеррористическая комиссия, антинаркотическая. В работе комиссии принимают участие депутаты, да, многие являются членами комиссии. Как отмечают представители надзорных и правоохранительных органов, в работе комиссии отсутствует формализм и безразличие. В штатном режиме работает наша комиссия по чрезвычайным ситуациям, да, комиссия по делам несовершеннолетних. Поэтому отдел опеки очень большой объем ведет работы, потому что у нас есть опекаемые дети, есть семьи, да, и сегодня выступая на коллегиях, президент Российской Федерации сказал, что главный приоритет это соблюдение прав несовершеннолетних детей. Поэтому вот это все, о чем мы сегодня говорили, все выполнялось, я имею в виду, осваивали средства, участие в программах на фоне того, что мы еще жили вот в этих условиях коронавирусной инфекции. Я буквально вот назову, у нас первый штаб по коронавирусной инфекции состоялся 23 марта 2020 года, да. За 2020 год мы только как бы такие большие, то что провели 22 заседания, при этом они не были формальными, потому что всегда в работе штаба принимали участие представители здравоохранения, правоохранительных органов, социальной защиты. Кроме того, мы понимали, особенно когда только начиналась пандемия, о том, что нам важно не допустить на территорию района как бы распространения, потому что мы понимаем, мы слегка с район, должна была начаться посевная, если бы сорвать посевную, то мы понимаем это продовольственная безопасность. Не допустить среди работников ЖКХ, которые тоже понимаем это отопительный сезон, завершение, подготовка к новому отопительному сезону. Спасибо нашим докторам, которые включились в эту работу. И вот работа велась таким образом, что на территории района за каждым сельсетом было закреплено ответственно лицо из числа должностных лиц администрации района, создано 10 групп, которые проводили различные рейды. И вот когда готовясь к отчету, говорили о том, мы как бы переосмысливали, что по сути было совершено 1200 рейдовых мероприятий. Это не нарисованная цифра ни в коем случае. Обследовано 647 объектов, то есть многократно, когда выезжали в торговые объекты, в образовательные, чтобы проверять, как все соблюдается. Составлено у нас 119 административных протоколов нашими сотрудниками полиции. И все они направлены в городской суд от всех, то есть требовали жесткого соблюдения вот как раз тех ограничительных мер, которые были. Кому-то это было непонятно, казалось, что это излишне, но тем не менее мы с вами в тот период именно смогли, к нам очень много поехало жителей Москвы, Санкт-Петербурга, других западных территорий. Мы всех собили на карантин, кому-то нравилось мне. Но вот спасибо, вот здесь и главы все подключились, мы точно знали, кто к нам приехал, с чем к нам приехал. И то весной, когда только все начиналось, еще не понимали, как с этим бороться, когда только создавались медицинские учреждения, мы смогли не допустить распространения вот такого массового на территории Назаровского района. Поэтому я считаю, что эту работу ни в коем случае нельзя ослаблять, смотря, что происходит у нас вокруг в мире. Поэтому на сегодняшний день мы говорили с вами о волонтерах, и вот в рамках акции «Мой вместе» было доставлено в район 246 продуктовых наборов совершенно с разных благотворительных организаций. Благодаря молодежи они все были розданы тем, кто в этом нуждался. Кроме того, наши молодежи все помогали людям, кто был ограничен, это старшие 65-летие, кто были вынуждены находиться дома. На сегодняшний день идет подготовка к вакцинации. Мы сегодня уже говорили о том, что первая вакцина начнется, у меня пробировано, получено оборудование. Сегодня у нас очень много желающих есть, кто записывается и хотят вакцинироваться. Поэтому на фоне того, что происходило с коронавирусом, тем не менее мы смогли вот эти вот вещи, о которых сегодня говорили, реализовать. Поэтому сегодня мы подводим итоги, мы в то же время ставим задачи на будущее. Поэтому, конечно, существует очень много нерешенных задач и проблем. Мы будем говорить с вами о том, что мы будем и дальше работать над тем, чтобы наш район был безопасным для проживания, экономически перспективным. Доверие населения к нам и в том числе, и не только к исполнительной власти, но к депутатам, как раз зависит от слаженной работы всех ветвей власти. Все, что мы добились за этот год, это наша с вами совместная плодотворная работа с депутатами всех уровней, руководителями органов государственной власти, главами сельсоветов, руководителями предприятий и учреждений, общественными организациями. И поэтому хочется поблагодарить всех за совместный труд, поддержку и взаимоподвижение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!